Здравствуйте, дамы и господа! С вами DiceMaster, и я приветствую тех, кто смотрит это в записи. Продолжая заценивать демки из фестиваля Steam, и очередной наш кандидат на то, чтобы немножечко окунуться в новый игровой мир, это Narita Boy. Игра, которая выглядит очень-очень-очень стильно с точки зрения своей стилизации, под какую-то такую киберстилистику 80-х, со всякими неоновыми разными такими эффектами, под музыку соответствующую. Ну и фактически это такой двухмерный экшен-платформер, ну может не платформер, а просто экшеновская такая игрушка. Что она из себя конкретно представляет, фиг знает, в общем, по совету Райгуна. Сейчас попробуем узнать, что к чему, и поиграем, посмотрим. Начинаем новую игру. Соединяемся с Narita 1. Эта игра использует автосейвы. Да ладно. Неожиданно. Старый Йорк. В начале 80-х. Сидит Хацкар. Ходит себе что-то такое. Ну, неплохо у него, судя по всему, получается. Обычно, когда я пишу коды, или вообще большинство программистов, большую часть времени ты сидишь и просто пялишься в экран, думая над тем, как правильно это все сделать. Чтобы так быстренько резать писать долго. Долго не хватает, реально. И тут что-то он такого находил, что прям вообще поперл аж из монитора. И он сам даже не понял, что такого накодил. Беззучное затмение. Создатель был забыт. Что? Да, у меня то же самое. Что? Что это значит? Активация протокола Наритобой. Да! Кибердухи из кибервселенной активируют киберпризрака Наритобоя. Раз не снял, говорит Игрик. Да, именно приблизительно что-то такое. То же самое время на окраине Старого Йорка. Кто-то явно осуждающе смотрит на то, как муж, парень, кто-то еще там явно выключи эту маленькую машину и направляйся в постель. Или это типа чей-то ребенок. Да, это типа мама, которая на ребенка ворчит. Направляйся спать, сейчас же! Бедный мальчик. Видимо, тот самый, кто станет сейчас Наритобоем просто. Что создатели курили? Там что-то было явно галлюциногенное. И они скорее не курили, это по-другому употребляется. Вообще, не делайте так. А то тоже станете игровыми разработчиками и будете делать всякой инди. Оуэй. После такого он, наверное, должен был сердечный приступ схватить даже в своем возрасте. вершины героев. Все. Вот так вот. А мама говорила, иди спать. Надо было маму слушаться. О, можно двигаться. Наконец-то двигаться далее. Что еще можно делать? Как раз вовремя, Наритобой! Флаг был запрограммирован с функцией героя и дает нам некоторую возможность для сборки этого переключателя и перенаправки тебя через сегменты старого кода. Этот регион почти не контролируется хакернафтами. Ты можешь передвигаться через него совершенно уверенно, но все-таки будь немного осторожен. Он и его хакернафты постоянно пробегают по линиям кода и пытаются отыскать тебя. Если нажмешь эту кнопку, то это откроет дверь внутри, ожидает тебя голографический модуль материнской платы. Это такая заботливая, защищающая всех нас мать и защищающая все программы цифрового королевства. Она в столице цифрового королевства поддерживает трихрому, обозревает код, закрывает проломы и фиксит баги. С появления сталеонов в цифровом королевстве код стал нестабильный и трихроматический луч тоже. Трихроматический луч это на самом деле тот самый электронный луч, который в кинескопах циртешных используется. Старых. Я понял, что с этой игры да и дример, проблема в том, что мать-то одноядерная. Ну, там обычно как бы у матери еще есть кто-то, кто может быть многоядерным или одноядерным. И называют его процессор. Обжективная задача открыть дверь, поговорить с материнской платой. В общем, прикольно. Какие еще кнопки у нас есть? А, вот. Открыть дверь и поговорить с материнкой. Ну что, давайте поговорим с материнкой. Заметьте, как изображение стилизовано под выпуклый монитор. Еще куда сжать? Я типа пытаюсь сжать, и оно не работает здесь никак. Блин. Ага, вот так вот вверх нужно было. Не то было. Это типа не триггеры были, а. Можно спрыгнуть. Прикольно. Фига себе, мы легкие. У меня монитор, бочка, говорит, и дример, так что он идеально компенсирует искажение игры. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Пещера трехромая. Поскольку все действительно красиво. Это заранее записанное сообщение для настоящего цифрового героя Норида Буэя. Я материнская плата, супервайзор программ цифрового королевства. Я была разработана строка за строкой, создателем, и мой исходный код, источающийся из архитектурного ядра трехрома, источается из архитектурного ядра трехрома. Я была одной из первых разумных программ, которые пробудились в цифровом королевстве. Если ты слушаешь это сообщение, это означает, что ты получил призыв и решил откликнуться на нашу просьбу о помощи. Добро пожаловать! То, что ты видишь, это виртуальная метафора трехрома. Луч, который источается из его ядра и три луча, которые поднимаются над нашим королевством, над исходным кодом нашего королевства. Каждый луч имеет определенную функцию заданную и располагается в специальном регионе королевства. Каждый луч это вычислительная сущность, которая создает систему программ вокруг нее. Эти системы называются домами трехромы и есть три из них. Так же, как существует три луча создателя. Желтый дом луча это регион кода, который простирается по симуляции пустоши. Дом синего луча регион вечных дождей и синей симуляции. И наконец, дом красного луча наиболее могущественный и разрушительный дом из всех. Красный, ну, дом красного луча это могущественный баланс, который поддерживает всю архитектуру трехромы, но он супервайзер программ, который используется для того, чтобы управлять дампами данных, потерял свой разум и продал нас. Ты бы предал, конечно же, но продал тоже было бы неплохо. Он жаждет превосходства над всем красным домом. И мы победили его, и он был изгнан из красного луча вместе с остальными программами, известными как Сталионы. Но они вернулись на Рита бой, что и привело нас к тому, что мы были вынуждены позвать тебя. Мы нуждаемся в герое, который может взять в руки техно-меч, и это единственный меч, который был выкован с помощью луча Трихрома, способный уничтожить Толеонов и их код. Ты должен отправиться к техно-отцам, а, в замок техно-отцов. Там они супервайзат программы, которые были выкованы, с помощью которых был выкован техно-меч. Ты должен забрать его от них. освободить нас от угрозы Толеонов. Но это не все, что мы просим. Он был, он создал, он навлек на нас столько проблем, принес столько урона. Так, ну окей, то есть его тоже нужно там того мечом почикать. Нужно отправиться в замок техно-отцов. Окей, круто. Где же у нас замок техно-отцов? Я думаю, тут все довольно линейно должно быть, да? Палата сломанной памяти. Ой, нету кнопку жму. Я говорю об нем о волшебнике, заклинателе, нашим старым супервайзере братья из дома Красного Луча. Он создал большое возмущение и много всего натворил. Материнская плата может все объяснить. У тебя есть голографическая консоль с двойным чего-то там для того, чтобы с ней связаться. Когда ты найдешь голографическую консоль и можешь связаться с материнкой. Более того, шифрование невероятно сложное и не дает ему и его хикернафтам проникнуть в наши диалоги, наши разговоры. Окей. Консоль, говорите. Материнка говорит, глубокая скорбь проносится по моему коду, когда я вижу первого из создателей что память первой из 13 создателей была разрушена. Разрушенный тотем дает доступ к памяти создателей. и создатель создателя или к воспоминаниям создателя правильнее будет сказать. Создатель разместил эти тотемы в различных частях королевства в качестве мер безопасности. Если что-то случится с создателем, второй герой должен сам грузиться в эти воспоминания создателя и реактивировать цифровое королевство, его пассивные воспоминания и тем самым поддерживать исходный код обновленным. Мы сейчас нуждаемся в нем, потому что он разрушил память создателя тринадцать, которые составляют его метанеронную сеть. И создатель теперь не может вспомнить, создатель теперь не может вспомнить, что он поддерживал это королевство. И потому что он из-за того, что он забыл эквилибриум равновесия в королевство трихрома может быть разрушен. Он и его остальоны опять вторглись к нам. Как же он сумел разрушить его память, его воспоминания? Мы этого не знаем. Это загадка, которую, может быть, тебе удастся узнать, когда ты будешь путешествовать. ты будешь психонавтом и героем. Но запомни, если создатель забудет все навсегда, то церковое королевство будет потеряно. Он будет контролировать силу красного луча и будет подчинять нас своей темной воле, своим темным желаниям. трихрома будет дестабилизировано и мы будем под его правлением. Если ты убьешь тысячи стальонов в программ, то помни, что только создатель может полностью разрушить код стальонов, который постепенно появляется в тысячах строк нашего исходного кода. Нам нужно найти 12 оставшихся тотемов, кусочек за куском объединяем код и только разблокировав их, создатель может получить назад свои воспоминания. Так что давай поторопись. Не, ну если вы будете так меня нагружать постоянно диалогами, я, естественно, не смогу поторопиться. Серьезно. Как могу, стараюсь читать это все. Одна последняя штука с интерхрома. Невозможно путешествовать It's not possible to travel to the first memory through this broken totem. Нельзя добраться до первых воспоминаний через этот сломный тотем. Но тебе не нужно его доставать. 12 оставших воспоминаний будет достаточно для того, чтобы создатель вспомнил. Правда, должен знать, что в цифровом королевстве есть 5 floppy дисков с бэкапами. Диски с бэкапами. Если ты их найдешь, то ты сможешь восстановить первый тотем. Понятно. То есть дополнительный бонусный обжектив у нас есть. Мы будем вечно благодарны тебе, если ты сможешь достать его воспоминания. Так, СРТ-фильтр говорите попробовать. Если мы опять попробуем связаться, то еще будет. А закончить досрочно можно? Окей. Что у нас тут? Говорят, попробовать фильтр в опциях видео видео аудио СРТ-софт-фильтр. Резун плей. Ну, что-то как-то, знаете, стало мыльненько немножечко. Галерея космоведений. А там было предупреждение об опасности эпилепсии вначале? Я че-то не помню. Ооо. Какие спецэффекты. Варчу как-то мутненько. И ой, это че такое было? Наридо Бой, мы не представили себя моей братской программой и я являемся агентами капитала материнс... Код материнки... А, материнка закодила нас, чтобы передвигаться по цифровому королевству и расследовать различные тайны исходного кода королевства. Мы также помогаем любой программистер в цифровом королевстве построить ее код по соответствии с ее нуждами. Я хочу предупредить тебя об этом простом, но злобном стальоне, его стальонском скрипте, который выглядывает из земли. Перепрыгни и уклонись от него, но не пытайся его уничтожить. Мы не знаем почему, но у этого кода есть бесконечные слои сложности, которые его делают неразрушимым. Окей, учтем. Можно смотреть карабкаться. Нужно просто скипать все диалоги и двигаться дальше. Не, ну ты что? Райгун сначала сам мне посоветовал эту игру, теперь еще диалоги предлагаешь скипать? Ты издеваешься? Серьезно? По-моему ты просто троллишь меня. Так, стоп, я точно отключил это в цех? Да. Такое впечатление, что не отключил. Может быть теперь после того, как включил, уже все, никуда не деться? Говорят, вверх надо. Окей. Нам нужно в замок отцов попасть. Эй, овечка, с тобой можно поговорить? Нельзя. Двоичное пастбище. Интересное название. Вход в пещеру бабы. А, да, тебе нужен техноключ, чтобы пройти через дверь. Эти монолиты являются зашифрованными слотами внутри древние программы, такие же, как сама материнская плата. Старая женщина, известная как баба, у Баба из Вероплевент, которая на самом деле довольно добрая и приятная. Все программы этого региона извинают ее, и она защищает всех, кто себя ей доверил. С помощью техно-отцов и жрецов портала посетить бабу. Это аксесс технокита баба. Нам нужен ключ доступа, но пока мы это сделать не можем. нас ждет техно-меч, да. Замок техно-отцов. Окей. Ну и где я? Зомби! Окей. Зомби зомби. Да. Чтоб вас всех! Мечи. Трюкачи. Нажимаем на кнопку, открываем вход. Техно-отцы готовят техно-дочерям техно-какаушка и техно-тостики, говорит, постмодерн Джордж. Да ладно. Может быть, они что-нибудь еще делают крутое? Так, зал. Окей. Нарита бой. Доступ к подземным садам закрыт. Ты найдешь техно-ключ доступа в высших уровнях замка. Так, это закрытый доступ пока что. А здесь у нас что? Это доступ в более высокие уровни. Обычно в играх как-то наоборот. Сначала в меньшие уровни допускают, а потом высокие. Здесь же как-то не так. Сначала вверх. Мне уже не терпится взять в руки техно-меч. Давай, быстрее, грит-рыгун. Техно-аллогоритм. Зал техно-аллогоритмов. Окей. Фига себе у них тут вечеринка. Давай, пожар, Нарита, бой. Техно-меч ждет тебя. Мы выковали его в тот день, когда стальоны были изгнаны из цифрового королевства. Мы сказали себе, что если они когда-нибудь вернутся, нам нужно будет сконцентрировать всю силу трехромы для того, чтобы выстоять против них. И, конечно, очень специальный герой нужен будет из-за границ исходного кода, который сможет его держать в конце зала. Зайди в другой лифт, и он отправит тебя всех на мечу. Поехали. Герой из-за границы. Да, заграничный герой. Так, что-то такое было здесь. Да, что-то тебе. Как это неудобно, когда вход на аналоговый стик сделан. Где меч? Где рубиловый серьезно? Затянули слишком? Хлоп-хлоп. Извольте кланяться, я пришел. Так, ну ладно, заходим внутрь. А зайти внутрь прямо можно только вот, если совсем немножко не дошел до двери. Зол техномеча. Ну и че? Похоже на техномеч. Да. Окей. пресекста, пресекста, він. Еееее, удалось. Танцуем. че такое, было набор ачивок, что ли? хит-поинты появились. Еще какие-то шкалы. так, так, окей, их тут бесконечное количество, что ли? но нам палец показывает, что как бы немножко в ту сторону нужно. Окей, их не бесконечное количество, и мы вверх, вверх, вверх так попадаем в башню какого-то священного торя. Шотган ультра бим. Нажмите правый триггер, чтобы активировать шотган, или удерживайте, чтобы активировать ультра луч. Каждая из трех атак требует разное количество картриджей, которые будут перезаряжаться со временем. Вот вам. то есть типа тут бой на арене завязан. Ты должен сначала разбить всех на арене. Вот блин, да что ж такое. Че-то не умею, я прыгать похоже. Ультра бим это ок. Угу. Ультра ок. Да что в тебе? Как-то быстро слышите бля... Ты перепрыгивающий его ок. Рест импавер. Стараюсь как могу. ух. Так, а куда теперь? В ту сторону показывает? Серьезно? Вы издеваетесь. Тут у нас что? А ничего хорошего, между прочим. Хе-хе-хе. Что, вернуться нужно? Я не понял вообще. Куда бежать? Что делать вообще? Объяснить. А, мне может вверх куда-то нужно? Так, это становится немножко обидным. Серьезно? Почему-то со стиком очень сложно управляться. Хе-хе-хе-хе-хе. Вверх в башню. Вверх в башню. Вверх по стене. А, тут надо на стену... Да-да-да, я понял, я понял. Теперь понял. Я совсем забыл о том, что здесь можно путешествовать по стенам, хотя мне об этом только что говорили. Так, еще тут можно поговорить о чем. Эта станция Тори содержит загружаемые пакеты, используемые для того, чтобы улучшить героя и его программу. И ты будешь их находить на протяжении всего своего путешествия, и они тебе потребуются для того, чтобы остаться сильнее. Че, загружаем че-то? Доджи загрузили. Теперь можно с помощью левого бампера доджить и избегать атак врагов. А если мы это во время прыжка используем в воздухе, в общем-то, это больше позволяет... Так... О-о, видите как? Комната Тортема. А почему нельзя спустить вниз? Че у нас здесь? О, материнка! Сын Трихромы! Ты добрался до первого Тотема! Насколько ты знаешь, ты должен... пробиться через... воспоминания Создателя. Каждый раз, когда ты... освобождаешь память, она вернется к Создателю. Медитируй в Тумане Кода и соединяйся с... потоками Создателя. Создателя... Когда ты соединишься, Тотем откроется и позволит тебе посетить зал воспоминаний. Так, стоп-стоп, это разговор с ней опять. А здесь что нам нужно сделать? А, медитировать с пресс-экстювин понятным. Чёрная порция болтовни ни о чём. Рейгун, я понимаю, что ты переживаешь за то, что игра выглядит какой-то не слишком экшоновой и всё такое. А тут у нас чё? То же самое? Да. Увы. Так, ну чё, больше у нас тут нету? О! А это открывает проход. Заметьте. Не, чувствительность слишком большая у стиков. Можно как-нибудь снизить вообще? Потому что нужно было чуть медленнее бегать, если ты его отклоняешь. Просто при любом движении он сразу же делает рывок прям целый. То есть нет возможности двигаться медленнее или быстрее. Вот это реально плохо. Чё у нас здесь? Типа сейвушки такие? Или чё? А, это закрыто чё-то, да? Значит, можно как-то открыть. Куда мы попадаем? О! И только я говорил о том, что можно было бы двигаться медленно. Но как раз даёт возможность медленно двигаться. Моё имя Лионел Перл Накамура. Я родился в Норите. Городе, который находится в префектуре Чиба в Японии. Говорили, что то лет, когда я появился в этот мир, было очень горячим, очень жарким. И звуки цикад были прям невероятно сильно резонирующими. Но я этого не помню. Это, в общем, воспоминания типа создателя этого мира. Так, а с кем-нибудь ещё тут можно поговорить? Что-то ещё сделать? Нет, зайти в дом нужно. Вообще, на клаве можно было зажать shift или что-то и идти медленно. Да, это на right trigger, на правый курок. Но здесь это используется для того, чтобы бежать. Видимо, в остальные случаи для того, чтобы ходить используется. Так же я не помню своего отца, который был американцем, как и куджином. И в тот день он был особенно занят своей работой. Особенно его беспокоила своя работа. Так. Но одну вещь я помню. Сильный свет и голос, который исходил оттуда. Мягкий голос, который пел некролюбельно. Я помню мою маму из всех токанунг patches of color. Среди каких-то обрывков цвета или что-то. Мозаика, которая... Мозаика из образов каких-то звуков из далёкого измерения. Мама. Так, ну чё? Детские воспоминания – это хорошо. Счастливое детство, колыбельная мамы. Всё замечательно. Так, куда нам дальше там? Среди лоскутовых... Лоскутов цветных. Ну, лоскуты, да. С этим были сложности при переводе меня. Так, чё у нас тут? А, это мы опять вернулись к тому же самому... Son of Trichrome. Упс. Я не хотел этого делать. Здесь райтриггер именно позволяет стрелять. Он не замедляет нас. Он либо как шотган действует... С него здесь другое назначение. Так, куда мы теперь движемся? Шотган действует, как и обычный шотган любой, на слишком небольшом расстоянии. Так, ну чё, эта аренка скоро закончится? Скажу честно, меня скорее не геймплей в этой игре больше радует. А именно сюжет и стилистика, как ни странно. Не, геймплей – это хорошо, но вот такой геймплей он немножко, вы знаете... Фрустрирующий слегка. Чё-то там активировали. Держи, брат, это техноключ для доступа к нашему саду. Когда будешь в саду, свяжись с квантовым медитатором. У него есть техноключ, который тебе нужен. Воспользуйся возможностью помедитировать вместе с ним. Возносясь заодно вместе с ним и проходя по пути три хрома в случаях светящегося кода, одно из величайших ощущений, ну, опытов и величайших в Твором Королевстве, которое можно получить. Так, ну и чё? Техноключ. Отправиться вниз в сад. Все в сад. И найти квантомового медитатора. А чтобы спускаться вниз, нужно сюда прыгать? Видимо, нет. Как-то вот вниз... Да-да, чтоб тебя. Так, стоп. Сюда, может быть. Может быть, вверх нужно, чтобы спуститься вниз. Ну, чё-то прыжок не очень получается. Rest and Power, говорят. Бывает. И вот раз получилось. Так, а здесь у нас чё? Здесь всё то же самое. Так, куда нам отправиться-то? У нас карта есть. Серьёзно, у нас, наверное, карты нету. Квантовый медитатор — это прямо огонь, говорит Рейгун. Короче, ты взял ключ для доступа к подземному саду. Да, я понял. Привет, ламтаймер. Тебе тоже привет. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Разрабы для Лионелла Перл на кому этот твиттер завели. А что это такое? Понятно. В направильном направлении вообще идём? Интересно. Иди вниз, к Underground Gardens. Там чувак стоит. Что значит вниз? Вот мы в башне находимся. Нам нужно куда-то отсюда уйти. Рейгун. Правильно, что я возвращаюсь обратно? Или нам нужно отсюда действительно вернуться куда-то? А, честно говоря, не очень. Да, то есть правильно, что я возвращаюсь. Окей. Окей. Ну что ж такое-то? Так, а как вниз-то идти? Куда? Здесь в эту сторону уже не пройдёшь. Место, где был выбор? Иди вверх на лифте. Тут где-то был выбор? Нет, ты не туда идёшь. А, да, там где были лифты. В принципе, можно, да, вернуться так вот до лифтов. Я же вышел отсюда серьезно. Так, они вот похлоняются их создателю. Так, они вот похлоняются их создателю. Так, ещё. Раздохните уже, что ли? Нет, я не про это говорил. А вверх можно воевать? Чё-то как-то не получается, знаете, вверх воевать. А вот вниз воевать прямо насмерть получается. Так, ладно, окей. Этого не было ничего, вы не видели. Используйте у него клонирование и Резен Сюрикен, говорит Елаев. Чё-чё, а? Так, а вот и лифты. Вот, к лифтам мы пришли. В лифте к намечу. Просто нужно спуститься, да, вниз визомом. А, без народа крит Елаев. Ну, я на руку не смотрел, поэтому, к сожалению, не знаю. Где туда, где стоял зашифрованный ящик. Ээээ... Я там слишком... Не перешёл ни в ту сторону. Летающие враги. В портал жрецов отправимся. О, извини, Нарита, больше, что я не могу быть с тобой в это время. Я должен поддерживать гармонию в Трихроме из столиц Цифрового Кролевства, которое находится близко к его ядру. Он отправляет петабайты скорабченного кода, искажённого. Так что, в общем, я отражаю его атаки. За этой дверью находится портал жрецов. Ты должен пересечь его. И он отправит тебя к церкви Странного Лунного Света. Наверное, для чего это Лемонлайт? Было ли Монлайт? Или... Странного... Луна Света. В этом регионе ты найдёшь новые воспоминания Создателя. Доберись до портала жрецов, и тебе нужно добыть техноключ. Жрецы — это программы, которые, в общем, молятся и поддерживают портал выровненным. Aligned, да, именно вот цифровое выравнивание такое его выполняют. Им доверены ключи от бабы, и... это древняя программа, которая... Slondering. Ну, в общем, которая находится рядом с замком. Я молюсь, брат, потому что молитвы перенаправляют потоки данных, стабилизируют, синхронизируют их с трехромой. Молитвы — это алгоритмический мистицизм, ансамбль ссылок химических, химической электродинамики, которые принимают Создателя в его миллиарде бинарных импульсов. Так, а сюда мы не можем попасть, потому что нам нужен ключ от предпортала. Да? Да. Окей. Значит, все-таки на лифте дальше нам нужно. Поехали. Такие ящики надо искать и открывать ключами, говорит Рейглом. Да я-то понял! Так, откуда? Угу. А вот и ключик используем. Хопа! Проход на нижний уровень. Добро пожаловать! Подземные сады. Алгоритмический алтарь. Здесь должен... А, три алгоритмических алтаря нужно активировать. Эта триада такая же мощная, как сама Трихрома активирует транскрипцию символов. Эта машина, созданная агентами из... Агентами столицы позволит тебе вознестись к другим регионам кода, используя силу трансцендентного символа, трансцендентных символов. Мы называем их паттернами перехода. Трихрома Посмотри внимательно на фундаментальные символы Трихромы. Матворическое выражение ее прекрасного кода. Их всегда три. Запомни, три. Один на каждый луч. Спасибо. Что это мы сделали? Дверь открыли, окей. Рыган говорит, я тут вот тупил, короче. Я, честно говоря, уже чувствую, что скоро спать пойду. Игрушка, конечно, очень стильная, классная. Но опять эти гребные пазлы в огромном количестве. Так, а что здесь у нас? Дверь открыта, а войти нельзя. Загадочка. Ванг. Ахрам Атапси. Реке Ахрам Атапси. А дальше что? А дальше большой, огромный ничего На дверь надо прыгнуть и зайти Недработка короче дымки Серьезно? Спасибо, Рейгун Вот до этого я не додумался Скрытая палата Палата, да, в одиночном числе Это сейвы типа у нас, да? Так, и чё? Так, мы зашли внутрь Окей, здесь типа сейвушки Это просто место сейва? Больше ничего? Странно Но что-то произошло Алтари активированы А, мы все алтари типа активировали Это алтари, они сейвпоинты вообще были Хрен поймёшь, что и что Так, ну активировали мы их А дальше чего? Этот сад Является чистым вдохновением Циклы стресса? Фрагменты тревоги? Ты пишешь нестабильный код? Тогда иди сюда Соединись С компьютером И потоком Лучшие строки кода Во всем цифровом королевстве Были написаны именно здесь Это грёбаный философ Так, отсюда овцы Убегают Дальше-то чё? Но мы там активировали Какую-то хрень Запомни символы И выключатели На самом верху А, вот здесь вот Наверное Можно запрыгнуть, да? Так, символы Запомнись Какие символы? Где символы? Ну вот это вот этот вот символ С Фенечкой Перечёркнутой И дальше Такой же символ Какие символы-то где запоминать? Синяя дискетка Окей Тут полным-полно символов разных Фрейд бы просто обзавидовался Скажу вам честно Ещё один со сдвинутой Такой Хренью И тут тоже чё-то Вообще Фиг поймёшь Что это всё значит Спящий дядь, у которого рядом овцы Выпрыгивают из портала Да это я понял Я же только что выяснил Жёлтый квадрат Красные точки И синий квадрат Это ты имеешь в виду Запомнить Ну похоже они, да Квантовое восхождение Так, ну и чё Куда мы попали? Вы нам в сторону Не в эту явно Да и не в эту тоже Так, значит вверх Окей Опять быстро сжать Еее Пожато И мы начинаем Квантовую медитацию Медитатор Друг Бабы Привет Чё как? А, вон там какая-то фигня есть, да? Но Выглядит стильно очень Мне прям нравится Красиво Красиво Блин Офигенно Можешь ли ты почувствовать Трихрому В каждом пикселе ТО бездействующего состояния? Мы Ничто Кроме как Строки Эферик Эферного Кода В Ни пространстве Ни времени Вы Мы Являемся Вычислением Вечным Вводом И выводом Светом Который Выходит И флагом Который активируется Здесь Находится Техноключ Который Откроет Проход В пещеру Бабы Она также является Великим Медитатором И Терпеливо Как время Само по себе Она Всегда Знала Что ты Придешь И прожила Тысячи Итераций Глубокой Медитации Иногда я чувствую Как ее кот Лывет Через Циркадные Функции Пожалуйста Передай ей Мой привет Так Как отсюда Выйти Теперь Видимо так Промедитировано Теперь к бабе А где она находится Я помню Что мы ее где-то Вначале Нашли Вроде бы Нам нужно вернуться Насколько я помню Так Да Сюда Нужно Видимо Иди вниз Где начало Входа В замок А это Наверное Вверх Все-таки Придешь Там Головоломка Говорит Игрик Баба Изю Да Да Знакомая Тема А может быть Нужно выйти Из замка Как-то Сюда Для начала Я-то не помню Похоже Нам действительно В эту сторону Так что Что у нас здесь А вот Да Вот вход к бабе Действительно Баба Бабуль Внучок Приехал Кормить давай Надо же на убой Внучка закормить Как только приедет В гости Согласитесь Не часто такое бывает Пещера бабушки Давай Покажись Я была уверена Нарита Бой Я всегда знала Что Трихром очистит Свою эссенцию В 20 пикселей Конденсированной Мощности В исходном коде Я прочитала Закомментированные Линии Строки Которые Возвали у меня Подозрения Что герой Будет Скомпилирован Чтобы Перебалансировать Луч Трихрома И вместе с Другими программами Я ждала Тебя Они Назоват Нас Верующими Но мои братья Которые Процветали Вообще Сигналы Что у нас Ты узнаешь Что такое Значит Боль Я Лорд Вич С Один из Баронов Измерения Ужаса Умри Лорд Вич Чез Объект У нас Конечно Не слабо От него Надо явно Уклоняться В первую очередь А потом уже Бить После того Как клонился Ну че Лорд Вич Че Лорд Вич Оказался Не очень А тут Есть что Нибудь Еще Ня Ничего Нет Спасибо за игру Заметно Лучше В целом Ощущается Некоторая Сумбурность Происходящего Возможно Из-за того Что Просто Сама В себе Подача В виде Подобной Очень Необычной Вселенной Довольно Необычного Сеттинга Она когда Создает Подобное Ощущение Замешательства Того Что Не все Выглядит Максимально Таким Прозрачным Какая-то Вся Заварушка Она конечно На самом деле Простая Если прочитать Диалоги Она На самом деле Легкая И Сюжет Тут как такового Сложно Вообще Нету Но с другой Стороны Воспринимается Как какая-то Цифровая Муть Про Различные Терки Цифровых Программ В цифровом Мире Ну окей Прикольно Геймплей Не знаю Опять Баланс Боевки И пазлов Хорош Или нет Мне всегда Кажется Что Как-то С пазлами Временами В играх Перегибают Вот в инди-играх Потому что Сделать пазлы Наверное Не сильно Сложный Напихать Бывает Ну или По крайней мере Это первое Что в голову Приходит Не знаешь Какая конкретная Причина Почему на них Так наседают Часто бывает Но на сегодня С вами Господа Прощаюсь И перед этим Напоминаю Подписывайтесь Заглядывайте В контакт Твиттер Или Дискорд Ссылки все Внизу В описании В общем Вам всего Самого наилучшего И до новых встреч С вами был Dice Пока Продолжение следует...